1 января 1969 года, в день празднования 50-летия образования БССР, была заложена капсула с посланием к будущему поколению. 8 января 2019 года, в дни празднования 100-летия со дня образования БССР, торжественной обстановке капсулу извлекли из стены исполкома, где она все эти годы хранилась. Содержание послания зачитал председатель Оршанского райисполкома Игорь Владимирович Исаченко. Содержание послания 100-тысячного населенства нашего старожитного и вечного юного города собрались на его центральной площади оцветковать золотые 50-ти годовые юбилеи Советской Беларуси, славные коммунистичные партии. 50-й год вершине уже те поколения. С ее добро бачные прозвенные белорусским народом пред первонетством коммунистичной партии шлях братьбы и пирамуты. И на Саршанцеву это шлях от цвекавой мастерни до завода по выпуску станковых с микронной докладностью, яки ведомы сегодня во всех континентах света. Это шлях от глухого повятлового городка до буйного промыслового центра и чугуночного вузла республики. Послания подробно описали, какую продукцию и в каком объеме выпускали в те годы промышленные предприятия, какие учебные заведения функционировали, сколько было библиотек и других культурных объектов. Текст послания потомкам с капсулой передается на хранение экспонирования в музейный комплекс истории и культуры Оршанщины. Уважаемые оршанцы, очень приятно сегодня мысленно прикоснуться к тем пожеланиям, к тем мечтам 50-летней давности, что завещали оршанцы молодому поколению. Надо сказать, что молодое поколение не подвело, потому что город с каждым годом за эти 50 лет становился краше, лучше и промышленность тоже росла. Строились заводы, строилось жилье, выросли новые микрорайоны. Условия жизни, условия труда постоянно улучшались и сегодня можно сказать, что то завещание, которое было дано, выполнено. Хотя очень много еще проблем, которые необходимо решать оршанцам. И эти проблемы сегодня видно, что можно будет решить, потому что и государство об этом беспокоится. Недавно подписан указ президента, который дает определенные льготы оршанцам и тем предприятиям, которые здесь работают, чтобы ускорить развитие в течение ближайших лет. Приходилось ли вам когда-нибудь писать письма самому себе, на корнехте которого было бы написано «Скрыть» в 2019 году или позже. И такие письма назывались «Письмо послания потомкам», которые потом сдавались в музеи, в архивы. И поэтому в 1969 году на этом месте, в торжественной обстановке, по звуке оркестра, торжественно было заложено капсула, такое письмо с капсулой посланием потомкам. В то время я был молодым, но в то же время думал, что к этому времени я уже буду пожилой человек. Но наши дети, внуки и правнуки будут гордиться тем, что мы им оставили в наследство. А в наследство мы им оставили немало и много. Вот несколько примеров. В том 70-е годы в городе проживало 117 тысяч человек и 13 тысяч с половиной бараний, это 130 тысяч человек. 69 тысяч 800 работающих, из них 35 с половиной тысяч промышленное производство, то есть 53 процента. Остальные работали в сфере здравоохранения, культуры, физкультуры и в других отраслях народного хозяйства. Поэтому мы гордимся тем, что оставили своим потомкам. И вспоминая письмо послания, это дает нам возможность прикоснуться к прошлому времени и в то же время задуматься, что это письмо послания будет держать в руках будущее поколения. Сегодняшнее мероприятие – важнейшее событие в истории нашего края. Сиять поколений, передача знаний и жизненного опыта – это то, чем всегда славилась и была сильна наша земля. В эти дни мы отмечаем столетие Белорусской Советской Социалистической Республики, которая сыграла важную роль в становлении белорусской государственности в развитии современной Белоруссии. Анатолий Михайлович Сильченко, председатель Оршанского районного совета депутатов, зачитал послание к будущему поколению, которое будет скрыто через 50 лет на тысячелетие города Орша 27 июня 2067 года. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Игорь Негода, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф».